здравствуйте мои дорогие друзья и гости нашего канала ну сегодня обещанная третья часть очень важная часть о подкормках от того какое питание будет получать растения так же как и мы люди зависят их здоровье весь процесс развития мы как итог того что мы от них ожидаем это итоги плодоношения для того чтобы понять всю несложную схему кормления растений нужно просто держать голове все жизненные циклы этих растений они связаны с островом плодоношением и так далее и чтобы они получили весь комплекс неподъемых удобрений достаточно соблюдать многолетнюю причем традиционную практику подкормки растений в соответствии с фазами их роста какие фазы мы знаем у томатов ну конечно если опустить их подростковый период жизни в стаканчиках ну давайте пальцы загибать первое закладка корней с момента высадки рассады на грядку так второе период роста стебли и листвы третье это цветение дальше четвертое но что там завязывание плодов и 5 плодоношение вот эти фазы которые требуют каждый по себе но так у нас обед ужин и завтраки меженеполники да они не бывают одинаковыми и не должны быть одинаковыми потому что и мы и растения должны получать в определенный момент своего развития свою пищу которая ему для какой-то функции нужна ну и по традиции чтобы ничего не выпускать у меня целая аудитория прекрасных итальянских девушек которые будут задавать мне вопросы я на них буду отвечать первая и самая главная подкормка это суперфосфат я предвидя шквал возмущенных зрителей по поводу того что я опять суперфосфат он нерастворим он там два года лежит в почве не растворяется а я его им при рекомендую как удобрение которое будет потребляться прямо сейчас в этом нынешнем цикле я просто вот рекомендую зайдите на агропромышленный портал российской федерации и прочтите что там написано о суперфосфате а суперфосфат там рекомендуется в качестве водно растворимого при посевного удобрения при посевного то есть вносимый при посеве которое вносится в траншеи и борозды при посеве такого до чего мы носим суперфосфат потому что имейте ввиду что его предшественник наверняка вытянул значительную если всю долю фосфора и кальция поэтому мы это должны вносить посевом фосфор отвечает за процесс репродукции и обмен веществ а кальций является великим строителем вот таким же как он в нас присутствует в нашей скелетной системе кальций по кирпичку строит и корневую и дальше стебли и корни и в плодах он участвует поэтому кальций необходим кальция в суперфосфате почему я говорю всегда вносите простой суперфосфат у меня есть запросы можно ли поменять простой суперфосфат на двойной двойной суперфосфате очень мало кальция а здесь калиция 30 процентов простом и 26 процентов фосфора поэтому именно эта формула нам сейчас нужно рыбу корни не кушают даже жареную не вареную не пареную они будут есть только тогда когда почвенный микроорганизм переработать ее все тоже фосфор и кальций в доступную форму их и опять подадут в растение поэтому это все не работает только суперфосфат как основные поставщики имейте ввиду что при внесении суперфосфата уже золу не кладите потому что во первых дублирование а во вторых зола и суперфосфат они друг друга там будут во многом связывать суперфосфат вносим из расчета 50-70 граммов на квадратный метр ну я обычно как беру считаю две бороздки я одну ложку кладу на один погонный метр и на на другой погонный метр потому что суперфосфат должен быть ближе к корням почвенные бактерии будут вынимать из минералов необходимые вещества и формировать прямо возле корней питательный раствор из которых который пойдет через корни вверх в растение вот и поэтому нужно чтобы суперфосфат таял прямо под эти корешки в этот раствор по прошествии двух недель когда мы заложили удобрения для создания мощной корневой системы следующий пункт наш это набор зеленой массы скелет и листья стебли и листья и для этого всего нужна уйма азота ну просто не сопоставимая с тем что нужно было для закладки корневой системы и азот этот нам нужно нам давать в нашей золотой формуле кто ее забыл я напомню формула называется нпк по начальной буквы на название элементов n это азот п это фосфор к это калий их должно быть как минимум поровну потому что этот и второй и третий элемент однозначно нужны в процессе строительства потому что калий он прежде всего отвечает за то что в листве через фотосинтез накапливаются органические вещества и сахар и вместе с влагой поднимаемые питательные вещества и с корнем они тоже попадают в лист и калий оттуда помогает этим питательным веществам расходиться по всему растению поэтому калия должен быть тоже достаточно ну а азот и фосфор основные наши в этот момент строительные материалы азот это он присутствует в каждой белковой клетке и соответственно ни одна клетка не может возникнуть без наличия азота не будет азота становится рост нет категорически нет поскольку ни один человек ни один компьютер не скажет сколько в ведре вашего перегноя там или травяной вытяжки и там какой-то опять священной пробирки от блогера там сколько чего содержится вам не скажет а нам нужно не переборщить а дать именно нужную дозу для развития растения нам нужен не только азот фосфор и калий нам еще нужно целая масса комплексных элементов гуминовые кислоты бор магний медь марганец очень целую массу соединений на основе этих элементов и плюс гуминовые кислоты для чего гуминовые кислоты нужны правильно гуминовые кислоты они подкармливают пласт почвенных микроорганизмов и заставляет их побыстрее шевелиться а именно почвенные микроорганизмы помогают нам перерабатывать минеральные удобрения извлекать из них те вещества которые идут прямо с раствором в растения поэтому нам гуминовые кислоты очень необходимы в этот момент а это все есть в коровике там содержится поровну например азота 30 35 процентов столько же фосфора и калия около 40 процентов вы можете заменить коровяк если его нет на нечто подобное но опять же позаботиться о том что там обязательно были вот то что назвал и гуминовые кислоты и многие комплексные удобрения коровяк по моему продается уже по всей россии везде ничего сложного 5 литровая банка с жидкостью такой пахнущий на настоящем корове лепешкой главное не забывайте что перед весением любого удобрения будь то жидкого будь то сухого тем более предварительный обязательный полив подкормка во время цветения до цветения обычно в период бутонизации и самом начале цветения томатов им жизненно необходимо опять получить целый набор микроэлементов ведь прошло время за это время которое мы несли питание с коровиком это все было изрядно съедено вы можете просто сопоставить тут и говорить ну зачем только перекормим не перекормите нет вы просто мысленно положите вот корневая система да ну примеру берем круг нарисуем полметра диаметром и почвы там сколько а теперь возьмите вот этот куст который вырос на этом и мысленно его возьмите сложите и представьте себе сколько в нем веществ какой он объем занимает и сколько он вытащил и веществ чтоб достичь этого объема до почвы вокруг него вся пустая там часть ушло с влагой во время дождей во время поливов а еще часть законсервировалась вот что в почве есть когда мы вносим почва не идеально там есть химические соединения и свободной форме связанной форме когда мы вносим удобрения они так или иначе доказано процентов 30 а то и 40 собирают на себя и связывают не дают ее идти в растения и поэтому собственно говоря мы там имеем сейчас гумус наполненный тяжелыми соединениями которые растения не могут переварить и практически ничего нет поэтому опять необходимо очень хорошая подкормка опять же тот же самый азот фосфор и калий но уже соотношение в сторону фосфора потому что обеспечить максимальную максимальное цветение и зависть плодов фосфор должен делать он занимается обменом веществ поэтому его должно быть больше и вот эта золотая наша формула нпк напоминаю примерно соотношение 10 54 10 я ее называю для себя это формула взрывного цветения больше именно это сочетание небольшая доза азота небольшая доза калия для обеспечения жизнедеятельности растения и 54 процента фосфора для мощного обмена веществ создадут все предпосылки чтобы цветение было действительно таким буйным взрывным но только подкормка по листу в это время в этой фазе способна обеспечить томаты томаты всем необходимым иметь это ввиду подкормка по лесу означает это здесь и сейчас лист это наша фабрика вы помните да которая происходит все процессы не бойтесь больше чем надо она не такое различительно как человек программа растения создана создателем и в нее еще никто не вмешивался слава богу а те кто вмешался мы эти растения не вращиваем есть такие в качестве этой подкормки если еще несколько лет это было сложно а сейчас уже наши компании выпускают такие элементы как пантофол, пантофит, масса ему подобных это все подкормки по листу так вот кроме этой золотой формулы азот фосфор и калий в них всех есть комплексные смотрите обязательно покупайте чтобы целый комплекс микроэлементов очень нужно это все там должен быть и бор и магний и марганец можно но я еще раз говорю лучше по листу это здесь и сейчас потому что то что льете под корень не факт что все туда зайдет я же говорил что в почве присутствует в свободной и другой форме химические соединения которые часть обязательно повяжут и они будут недоступны для растения и таким образом вы рассчитываете что вы внести там килограмма уйдет там гораздо меньше вопрос этот милой барышни очень важный не скажу даже очень важный и своевременный самый канун цветения в самом начале растение очень нуждается в таком элементе как бор я не случайно перед этим говорил у бора две важнейшие функции которые никто не перекроет только ему они свойственны бор способствует прорастанию пыльцы соответственно при дефиците бора эти цветочки начинают осыпаться и мы к сожалению узнаем это де-факто когда уже исправить ничего нельзя поэтому подкормка бором во время цветения в самом вере в него канун она очень необходима и вторая важнейшая функция бора бор способствует оттоку органического вещества накопленного в листьях и в результате фотосинтеза в растения бор как и калий в данном случае он просто незаменим обработку бором обычно производят при появлении первых бутонов на нижней кисти нижняя кисть мы знаем да выходит 6 7 может 9 листа мы проводим опрыскивание по листу опять же здесь и сейчас но беда бора в том что он в отличие от калия категорически отказывается двигаться вверх что делать в таком случае а в таком случае мы ждем еще там сколько 10 12 дней две недели и следующий ярус обрабатываем чтобы бор получили получилось все растение обычно рекомендуют но самое простое такое самое доступное средство средства наших бабушек это борная кислота берут там по моему 5 грамм на 10 литров горячей воды но вот чем проблема бор в борной кислоте очень плохо усваивается листьями поэтому все-таки лучше взять бора плюс и там целый ряд любое бора содержащие удобрения по листу посмотрите в хилатной форме желательно но борная кислота это не самый лучший вариант по нынешнему времени но благодаря этой борной подкормки максимальное количество завязей в наших цветочных кистях благодарю вас милое создание если бы представить ситуацию такую фантастическую мы в момент начала подоношения спросили растения они могли бы нам ответить сколько вы употребили удобрений от того количества которое было нами внесено вам под корень вы знаете если бы мы услышали ответ были бы немало удивлены потому что цифра такая была бы примерно 30-35 процентов максимум 40 от всего того количества которые мы влили под корень а я говорил упоминал уже да я уже упоминал что часть этих удобрений вымывается влагой при дождях при поливах уходит в глубь земли глубь грунта и становится недосягаемой для корней часть совсем мало виде аммонийных форм азота испаряется но большая часть под воздействием свободных химических соединений находящихся в почве они перешли в недоступные для корневых систем соединения и получается так растение получили всего 30 процентов от того что мы обещали мы их обманули но под ногами лежит то большая часть того что они не употребили ну ладно мы 10-15 процентов потеряли на то что смыла вымыла из грунта и испарилась но остальное там не менее 40 процентов лежит в гумасе так вот есть и средства очень мое любимое я его вот как она появилась давным-давно я его с тех пор и употребляю и и разумеется это средство очень любима растениями и любима нашей почвой это это средство называется гуматкалия да в нем огромное количество по моему выше 70 процентов а то и 80 это фульвовые и гуминовые кислоты именно те которые практически заставляют проснуться и шевелиться огромные пласт почвенных микроорганизмов активизировать их работу и они вынуждены делать то что растения и мы давно от них ждали они начинают извлекать необходимые вещества из тех недоступных ранее форм минеральных соединений и поставлять их в растения и таким образом добавив гуматкалия мало того что мы подкармливаем растения калием об этом сейчас я добавлю мы тем самым возвращаем долг нашим помидорам и додаем им в этот важный период когда им для завязи и для плодов поскольку мы ожидаем плодов там многие килограммы с каждого куста и эти килограммы из чего должны строиться и вот мы это строительный материал им из почвы благополучно возвращаем и это делает гуматкалия ну и кроме того в гумате содержится еще 10-15 процентов самого калия который как мы знаем из листьев начинает поставлять в плоды сахара и другую органику тем самым плоды начинает набирать массу увеличивается сахаристость вкус и так далее так что а дело стало за малым купить этот гуматкалия я уберу беру сюда в литровых флакончиках в жидком виде он хорошо разбавляется там по 100 грамм хватает надолго но дешевле я не помню там сколько килограмм продается в таких больших пакетах он продается от разных компаний опять же смотрите что там присутствовали эти самые фульвовые гуминовые кислоты это очень важно потому что гуматкалия когда мы вносим мы подразумеваем в первую очередь прежде всего то что мы из почвы высвободим огромную часть накопленных там веществ которые до спор не пошли в растения это имейте ввиду что вот эти вот вещества должны быть ну а здесь очень просто во время распускания 3 цветочной кисти это примеры середины экватор всей жизни растения вот мы примерно посчитали да вот мы несли самом начале все эти растения под корневую систему и вот эти 30 40 процентов растения ему удалось оттуда было получено этим на курсе напиться и так далее вот в этом экваторе потому что мы понимаем да что от появления первых цветочков до созревания плодов примерно проходит 45 40 45 суток но мы знаем сроки созревания раннеспелых вот вам практически самый экватор и вот на остальную половину вот гумат калия поможет вот этими оставшимися почве 30 40 процентами питательных веществ вот пример такой расчет то есть время распускания третьей цветочной кисти будет сигналом бежим за гуматом ведерко мешаем и вносим соответственно инструкции я умышленно не говорю потому что вы можете купить одного производителя услышите запомните что 100 грамм там на ведро воды к примеру вдруг там будет другая концентрация другая консистенция поэтому я просто говорю чем здесь тоже все очень просто мы даем только калийно фосфатные подкормки по листу никакого азота опять же берем нашу золотую формулу нпк азота ноль фосфора там может быть 25 калия 50 или азота ноль фосфора 15 калия 45 ну к примеру вот что еще раз говорю о плантофолы плантофиты все что возьмете они могут быть разные по части но примерный состав вот такой больше должен быть здесь калия потому что плодам нужен весь накоплен от фотосинтеза набор сахаров и органических веществ только вот это будет способствовать наливанию и созреванию плодов в самом начале когда завязи уже будут величиной ну так вот горошинка вишенка примерно так вот тогда уже можно производить нужно производить эту подкормку чем быстрее мы ее произведем эффект будет видеть сразу вишенка она через неделю через 10 дней превращается в солидную форму ранетку это прямо на глазах будет идти потому что калий мощный работник он все из листьев заберет спустит туда и там только будет идти процесс вот при этом вы смотрели предыдущий фильм помните да когда мы убираем листья только в момент созревания на первой кисти до этого мне не трогаем листья только там может быть один два яруса нижние которые лежат на этих основные оставляем пока вот собственно говоря все о чем я хотел поведать сегодня спасибо нашим барышням давайте мы их отпустим поблагодарим за работу за помощь и нам осталось посмотреть какой музыкальный подарок прислал наш оператор вам я желаю всего самого доброго желаешь пускай пришла погода там где еще нет и наступило лето побыстрее чтобы побыстрее стали уже высаживать на грядке то что мы запланировали обязательно я буду об этом снимать и еще одну минутку я анонсирую выпуск ближайшие дни если мне позволит состояние духа может даже завтра запишу потому что в южных районах это уже происходит в случае неблагоприятных погодных условий бывает когда сильная жара или наоборот холодно или еще что-то случается не завязывается плохо завязывается со свете а то бывает и вообще не завязывается так вот я сниму небольшой ролик где я дам способ при котором вы получите практически стопроцентную зависть вне зависимости от погодных и световых условий это я постараюсь сделать как получится не обещаю что это будет завтра но может быть послезавтра я обязательно это может быть и выпущу всем еще раз добра и давайте будем слушать то что нам прислал наш оператор до свидания и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok